Как это называется? Маленькое такое интро, да? Для нового подкаста. Маленькое такое интро. Маленькое такое интро. Маленькое такое интро. Так что и у каратэка могут быть очень подвижные пальцы, не испорченные долгими годами занятия боевыми искусствами. Здравствуйте, уважаемые мои подписчики. Мои читатели, ну, теперь, получается, уже просматриватели. Я очень рад, что воочию для вас могу предстать в живом, как говорится, виде. Сегодня, в этом видеоподкасте, я хочу продолжить тему на предмет, как выковать из собственных рук оружие, реальное и серьезное, даже не будучи адептом боевых искусств. конечно, тем, кто является адептами боевых искусств, будет гораздо проще и понятнее это сделать. Но даже если человек абсолютный, абсолютный новичок, только вступил на этот путь или даже не собирается вступать, все равно сделать из собственных рук оружие вполне возможно и вероятно. Вот. Я тут накидался маленький планчик, чтобы не забыть, о чем я, собственно, хочу рассказать сегодня. Вот. И, собственно, хочу перейти к первому пункту. Я в своем первом аудиоподкасте рассказал о том, что мы выковываем стальной кулак. Почему я заговорил о кулаке? Почему не о пальцах, да, ну, какие-то, не какие-то другие там ударные поверхности, на кадака кэн, ипон кэн, ипон, ну, киты, например, там, да, и какие-то еще хайто, там, хайшу, ванто или что-то еще. А почему я заговорил о кулаке? Ну, во-первых, кулак с точки зрения русского менталитета, это самый, как говорится, ходовой инструмент, да, при решении какого-то локального конфликта, который возникает между добропорядочным гражданином и каким-то хулиганом. Кулак. Даже человек совершенно неподготовленный, да, вот все равно пытается жать кулак и ударить им, если уж его довели там окончательно, или он там защищает свою честь и достоинство, он жимает кулак, и правильно ли, или неправильно, но бьет удар кулаком, как правило, под глаз, или в нос, вот, это вот очень распространенно, то есть бьет, как правило, тем, чем не может, туда, куда не надо. Ни под глаз, ни в нос, ни эффективные эти виды, скажем так, ударов, да, то есть не самые, скажем так, эффективные. Так вот, когда я говорю о кулаке, то я имею в виду не только кулак, как, с точки зрения понимания каратэка, как сейкен чокуцки, то есть сейкен. Сейкен – это две костяшки, да, вот эти вот, указательного, со стороны указательного и среднего пальца, да, в, значит, пясно-фаланговых сочленениях, вот эти две косточки. Вот, во многих видах единоборства бьют именно этими местами, вот, или пытаются, по крайней мере. Вот, нет, я имел в виду не только это, конечно, я имел в виду и сейкен, безусловно, а также имел в виду урокен, то есть тыльную часть кулака, ну, со стороны этих двух же костяшек, как правило, но и бывает, что бьют и более широкой, как бы, частью, поверхностью. Вот, и тыцуй учи, удар железного молота, то есть вот это место. Человек даже самый неподготовленный, самый вот такой вот, когда он в гневе, там, пытается что-то доказать, чем он бьет по столу? Он бьет по столу кулаком, и бьет именно этой частью, не как-то тычет по-другому, и не ладонью хлопает, а бьет кулаком. Почему? Потому что это наиболее безопасная часть, которую он не боится ударить сильно, в силу того, что можно повредить свой собственный кулак. Так вот, когда я рассматриваю то, что из кулака можно выковать оружие, я рассматриваю именно то, что мы кулак укрепляем совокупно, то есть не только какую-то конкретную, там, ударную поверхность, да, я об этом буду говорить отдельно, считаю, что укрепление ударных поверхностей, это самое-самое последнее дело, которым надо заниматься, привыковывание своих рук оружия. Опять же, говорю про руки, да, имею в виду кулак, потому что на самом деле есть еще и ладонь-то еще, и кончики пальцев, ну, ки-те там, да, локоть эмпи там, ванто там, у-да, что только нету, да, но самое частое – это кулак. Так вот, акцент номер один, имея в виду кулак и укрепление кулака, и выковывание из своих рук оружия, из своего кулака, этого вот оружия, то есть создание стального кулака, я имею в виду, что мы не набиваем ударные поверхности, только лишь набиваем ударные поверхности, и не только лишь две костяшки, а укрепляем кулак в целом, чтобы наш кулак весь, весь целиком, а не какая-то его маленькая часть, стала оружием, чтобы он стал стальным, железным, чтобы каменным, там, я не знаю, чугунным, чтобы это был действительно реально жесткий кулак, с любой стороны, как к нему не подойди. Разумеется, конечно, что кулаком надо бить не любыми местами, там, этой какой-то там частью, или, там, не знаю, станы большого пальца, хотя есть удары такие, надо бить теми местами, которые наиболее для этой цели, ну, если и не предназначены, то подходят. Вот я говорю, как тыцуй, да, любой человек бьет по столу, там, если хочет ударить, именно этим местом, да, тыцуй. Если под глаз ударить кому-то надо, бьет сейкен, да, ну, или мавашицкий, но бьет местом именно вот этим вот, сейкен. Если на отмашь бьет, да, на отмашь, то ничто не приходит в голову лучше, как ударить той частью, которая называется уракен. Вот. Это, значит, акцент номер один. Я говорю про эти вещи. Теперь, второй момент, да, который я хочу осветить в этом, собственно, подкасте. Структуры, которые входят в состав кулака. Вот, как раз я хочу и поговорить о том, что нельзя никогда рассматривать удар кулаком, как удар какой-то конкретной его частью. И, соответственно, что если хочется сильно научиться бить именно этой частью, надо ей посвятить особое, ну, не знаю, то есть особое внимание, что ли, ей там дать, или там больше времени, там, то есть даже подобрать я слово не могу. Вы уж извините меня, пожалуйста. Вот. То есть акцент, вот, акцент. Акцент на закалке ударной поверхности делать не стоит. Кулак, он является цельным монолитом, а не набором каких-то там, значит, ударных частей, типа набив которые, мы можем ими отдельно наносить удар. Представьте, что вы промахнетесь и не совсем точно попадете, скажем так, ударной поверхностью или что-то еще. На самом деле все не так. Кулак должен стать единым, цельным, а монолитом. Так вот, этот единый цельный монолит, он формируется из целой кучи мелких деталек. Вот удивительное дело, да, но удар тейшо, удар основанием ладони, гораздо проще, чем удар сайкен, кулаком. Кулак состоит из массы связок, суставов, косточек, соединительно-тканных элементов, просто их безобразные количества. И на самом деле для удара зачастую это не самый рациональный инструмент для неподготовленного человека. Неподготовленный человек, который наносит удар кулаком, он, как правило, руку повреждает в 99% и 9 десятых. Ну, случаев всех. Всегда. Он руку неминуемо повредит. Стоит ему сильно ударить кулаком, и обязательно будет повреждение. Ломает ли он доску, либо кому-то под глаз там заряжает, там, это не важно. Кулак он себе повредит почти в 100% случаев. А вот ударил бы ладонью, да, и ничего бы, может быть, не повредил. Так вот, оно бьет кулаком. Вот такая вот особенность, как говорится, менталитет человека, да, зарядить кулаком. На самом деле кулак, если он выкован правильно и хорошо, является оружием очень совершенным. Высококлассным, мощнейшим. Лучше, чем Тейша даже. Почему? Тейша и площадь больше, и проникающая способность несколько ниже. Здесь же площадь, ну, поверхности меньше, жесткость выше, соответственно, давление на точку воздействия тоже больше. Кулак по ряду параметров очень хорошо превосходит, да, там, и ладони, что-то еще. То есть, нет универсального вида, скажем так, оружия, кулак тоже по-своему очень хороший. Но в силу менталитета бить кулаком, давайте рассмотрим про то, как закалить кулак. Так вот, из чего состоит кулак? Из чего формируется? Из пальцев он формируется, да, для начала. То есть, мы сжимаем, первым делом, что мы сжимаем пальцы, пальцы, фиксируем, да. То есть, их надо согнуть. Без согнутых пальцев уже кулака не получится. Стоит их до конца не согнуть где-то, там, что-то, я не знаю, там, как-то... Это уже будет не кулак, а будет, я не знаю, это будет какой-то ватный шарик, который совершенно не может нанести никакую сам траму вашему противнику. То есть, для этого плотно сжать пальцы. Причем сжать надо плотно по фалангам, что называется. Сначала к самую крайнюю фалангу, потом дальше, 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 и сжимается кулак. Ну, мало сжать пальцы. Сжали мы пальцы. Замечательно, хорошо. Вот. Но есть такое понятие рыхлый кулак. Пальцы сжали, а кулак сам рыхлый. Сталкиваются два кулака между собой. У одного человека подготовленного кулак остается целым, а у другого в брызги разлетается буквально с хрустом. Вот. Какие страшные вещи рассказывают, просто мрак. Ну, так и бывает на самом деле. Почему? Потому что такой кулак, как ИСГ, ну, сами помню, еще, как ИСГ пуля. Вот. Бам! И только брызги полетели в разные стороны. Вот. Потому что кулак формируется еще и из... Твердость кулака создается теми компонентами, которые соединяют все мелкие детали кулака между собой. Это масса мышц, масса связок, масса соединительно-тканных элементов. Так вот, пальцы сжали, да, замечательно. Это разрозненные фаланги, мы их соединили, все замечательно. Они создали форму. А вот форму-то еще нужно определенным образом закрепить. Вот. Сразу после фаланговых, да, косточек, идут косточки пясные. Вот они короткие, они недлинные, такие, наверное, не знаю, по 3-4 сантиметра за пясно-фаланговым суставом каждого пальца. Вот сюда вот уходят. Вот так вот. Это такие. Они, по сути, как косточка фаланговая, только которая вот уходит сюда дальше. Таким образом. Вот между ними, между ними находятся так называемые червеобразные мышцы. Мускулюс вермифорнес. И масса других прочих мелких мышц, если захотите, зайдите на мой ресурс www.buddushin.ru в раздел «Анатомия». Или в укрепление предплечья, или в какие-то подобные разделы. Там вы найдете картинки, ссылки, где можно посмотреть, как выглядит кисть без кожи. Как терминатор так сняли. И как выглядит эта кисть. Так вот. Значит, на чем акцент? Эти косточки, они между собой соединены мышцами, связками в огромном количестве. И вот эти вот всякие движения, вот эти вот, они совершаются именно благодаря этим косточкам, этим, соответственно, мышцам, этим вот элементам. И если эти элементы хорошо прокачаны, хорошо развиты, то когда мы сжимаем кулак, они тоже напрягаются, и кулак еще дополнительно цементируют, делают его жестким. Они эти косточки, этот кулак, стягивают, как будто бы мы замотали туго-туго проволокой кулак. Они связывают. И кулак в таком случае становится жестким. Если эти мышцы хорошо развиты, соединены тканые эти элементы хорошо развиты, связки, соединяющие пястные кости развиты, сжав кулак, вы даже почувствуете, что он у нас становится жестким. Ну, кстати, когда начнете заниматься, значит, укреплением кулака, вы быстро почувствуете, как кулак прижать, и вы начинаете его чувствовать, как глыбу, мощь. Очень жесткий становится кулак. Ну вот. Кстати, важно заметить, что не только те мышцы, которые соединяют, да, пальцы вот так вот, и, соответственно, связывают кулак, ну, важны, а и антагонисты, то есть те, которые пальцы в разные стороны разводят. Но это всегда так важно. Если у нас работают лишь агонисты, без антагонистов, то при киме не будет никогда формироваться жесткая структура. Для стабилизации всегда важен равномерный тонус и антагонистов, и агонистов. Они работают друг против друга, для стабилизации и конструкции создают некую синергию. То есть, наоборот, они работают не друг против друга, то есть, они реально друг против друга работают, один в одну сторону, друг в другую. Но для стабилизации и конструкции они создают синергию, как, ну, топоры, например, или, лучше Можно сказать, растяжки, например, на которые какую-нибудь мачту высокую тянут в разные стороны для того, чтобы она никуда не завалилась. Вот здесь то же самое. То есть развивать надо все мышцы кисти. Самое частое, что мы, конечно, видим, там эспандер кистевой, замечательная вещь. Хорошо, пальцы развивают и все. Но не развивает совершенно то, что работает в обратную сторону. На раздвигании пальцев, на сжимании пальцев, на разгибании каждого пальца в отдельности, на сжимании каждого пальца в отдельности. То есть общую силу кисти усиливает, но мелкие структуры не прорабатываются. Именно мелкие структуры и создают самую-самую большую жесткость. Так, в этом рассмотрели пястные кости. Дальше идут запястья. Запястные кости. Вот уж тут мало кто, кто с анатомией не сталкивался, знает, что есть еще целый такой амортизационный блок в ударе. То есть как амортизатор выступающий. Это как запястные кости. Вот они идут сразу, вот идут пястные косточки, да, целый ряд. А потом идут кости запястья, до лучезапястного сустава. Они как игральные косточки, кубики такие маленькие, но они разной формы, кривые, в виде призм. Я знаю, вернее, вы можете и не знаете, но это не в суть и важно. Вам анатомия в чистом виде может быть в той степени, в которой я знаю ее в силу образования медицинского. Она вам и не нужна. Но масса этих косточек. И эти косточки, они между собой имеют определенные суставы. То есть все кости между собой, если они рядом находятся, они имеют суставы. И эти косточки между собой имеют массу сочленений. Так вот они все между собой каким-то образом просто, ну, пружинят. Что с этой стороны, да? Бьете ли вы тецуи там или что? Что вот так вот они пружинят между собой? Что с этих? То есть эти кубики между собой находятся в упругом состоянии. Вот представьте, сколько мы уже насчитали упругих всяких мест. Не сжали плотно пальцы, здесь упругость появилась. Не развита соединительная ткань суставной сумки, суставов ударных. Еще здесь будет упругость. Значит, не сформирован жестко кулак с тем, что пясные кости стянуты. Опять появились упругости различные. За пясные кости между собой, ну, подвижности находятся. Еще появилась упругость. Получается, кулак, он как резиновый. Он теряет монолитную жесткость в конструкции. И если вы человека бьете, ну, человека, не человека, не важно, доску там бьете, то эта вот амортизация, она поглощает массу силы и энергии, которую вы стремитесь передать в ударяемую поверхность. Не ударную, а ударяемую, то есть ту, которую бьете. Мало того, все эти упругие элементы, они способствуют тому, что возникает самотравмирование. То есть косточки друг об дружку бьются, вот бьете, там, шут, ну, типа тыцуй. И все запястные кости друг об дружку, чпок. То есть ветеринарцы же определенно создаются. Стукнулись, да. Шуто стали бить, пальцы друг об дружку стуклись, тоже стало больно. Значит, ударили, ну, пястыми костями, значит, ударили, да. Они самортизировали друг об дружку. То есть у них нету жесткой какой-то взаимосвязи. Они повредились друг об дружку. Поэтому кулак в ударах у неподготовленных людей повреждается, как я уже говорил, почти в 100% случаев. Дальше. Из чего еще сформирован кулак? Ну, дальше. Ну, нельзя никак, вот видите, у меня такая штучка, мулечка такая, да. Это мне сын полгода назад сам сделал и сказал, папа, когда порвется, перетрется. Вот это вот, да. Загадай себе желание, ноготь исполнится. Я ее ношу, вообще не снимаю, поэтому вы меня на видеороликах будете с этой штукой видеть. Вопросы мне задают, некоторые, это там, как у тайских боксеров там какая-то. Нет, это на самом деле просто сын мне сделал, я ношу. Жду, когда перетрется. Может, никогда не перетрется. Я уже начинаю даже сомневаться, что она перетрется. Вот. Так что буду носить. И будете видеть меня вместе с ней. Так вот, лучезапясный сустав. Ну, нельзя кулак отдельно рассмотреть без лучезапясного сустава. Особенно в ударах, таких как Сейкин Чокутский. Ну, вот самая распространенная тема. Мощный удар, точка киме. Ну, или не там, как бы, силу встретили, сопротивление, где ждали. Или кулак не очень подготовлен, нет правильного понимания, как его правильно кимировать. Некоторые вообще бросают кулак, расслабленный, в самом конце его ловят. Есть такая, как бы, фича тоже. Так вот, очень часто в таких случаях бывает, что кулак натыкается на мишень и... Других слов даже нет. Выламывается. И хорошо, если у вас удар очень слабый. А если у вас удар пушечный на 500 кило на 700. В Макевару, например. Вы бьете, у вас кулак. Раз! И заломился. Это все, это травма на несколько месяцев. Вы все так повредите запястье, что просто проблема будет офигенно, колоссальная. Вот. Очень серьезная. Так вот, обязательно, конечно, несущую часть, такую, как запястье, которое движется и в этой плоскости, и в этой плоскости. Надо, безусловно, закреплять. Кулак должен, когда вы сформировали, да, его, он должен вот в этой части быть как будто зацементирован. Ну, не должен вообще колебаний быть никаких ударей. Он должен быть просто монолитом абсолютным. Вот. И теперь мы переходим к тому, что нельзя создать этот монолит, да, в ручезапястном суставе. А, вот еще важный момент, извините. Со стороны большого пальца находится лучевая кость. И ее функция в ударе несущая. Именно она выдерживает основное сопротивление, да, при приеме, когда вы бьете. Со стороны вот двух этих костей проекцию проводим. Со стороны большого пальца эта кость, она толстая и локтевая со стороны мизинца. Она тоненькая. Вот. У нее функция вращательная, чтобы кулак можно было поворачивать в ударе, да, вращательный элемент. Вот. А несущую функцию все-таки несет кость лучевая. Так вот, чтобы ничего не болталось, да, хорошо вращалось, хорошо напрягалось, пальцы, чтобы хорошо работали и на разгиб, и на сгиб, надо укреплять предплечье в том числе. Потому что почти все мышцы, почти все, сгибающие, разгибающие пальцы, сгибающие предплечье, разгибающие, супинирующие, пронирующие его, ну, в смысле, поворачивающие, да, или качающие движения совершая. То есть, аддукцию, абдукцию, вот это, вот такое, да, есть действие. Они все на предплечье находятся. И без предплечья, вот, без мышц предплечья, да, вот, как бы без этих вот, эти мышцы должны быть мощные, жесткие. Если их нету, вот, ну, предплечье сильное. Никогда кулак, соответственно, сильным не станет. Вот. И костные структуры предплечья. Когда у вас очень сильно станет, ну, кулак, станет жесткий, крепкий, они должны выдерживать те нагрузки, которые передаются на предплечье. Обязательно. Локоть и плечо я пока не рассматриваю, они больше уже нужны для совершенствования техники. А вот в плане выковывания наружу, вот, все, что до локтя, это формирует, в общем-то, именно кулак. То есть, нельзя кулак рассматривать только до запястья. То есть, формирование кулака как оружия надо рассматривать до локтя. Потому что мышцы и связки многие, и сухожилия в том числе, вот эти всякие, вот, которые сжимают пальцы, да, вот, они все находятся на предплечье. Разгибают, сгибают кисть. Вот. Поэтому от этого никуда не деться. Так как я врач, хирург, ортопеда, травматолог, то есть, я прекрасно понимаю, как эти мышцы, как эти связки, и как, ну, эти соединенные тканные элементы все, в общем-то, развивать и прокачивать. Приходя в клуб к фитнес-тренеру, вы сделаете совершенно правильно, когда прокачиваете под его самосоветом, под его рекомендациям, какие-то определенные группы мышц. Любой фитнес-тренер, хороший фитнес-тренер, в этом отлично разбирается. Вот. Но, к сожалению, трудно найти специалиста такого, который хорошо разбирается в развитии тех элементов, да, которые участвуют в ударной технике или блоковой технике. Именно с точки зрения биомеханики, функционала, анатомии, физиологии и всего прочего. Потому что это узкая специализация, это не всем как бы надо, а если даже и кому-то это надо, то это не востребовано в фитнес-центрах. Вот. Я вам могу об этом рассказать, так как я хорошо в этом разбираюсь, отлично, в силу своего образования и в силу того, что я уже каратэ, боксом и, ну, главное, каратэ и боксом. В жюджице я стал заниматься гораздо позже, мы сейчас ударные виды рассматриваем, занимаюсь уже больше 20 лет. Вот. У самого руки железные, совершенно. Вот. Я хочу, чтобы у вас были такие же. Вы видели, что, в общем-то, подвижность отлично сохраняется, у вас будет абсолютно то же самое. Сталкиваясь просто с массой проблем у других людей, я не могу остаться равнодушным. Решил поэтому создать, собственно говоря, вот этот курс. Буду рад, если он вам будет очень интересен и вы прослужите до конца его. Уверен, уверен даже, что он будет вам абсолютно полезен. Давайте посмотрим, что-то я уже сам рекламный занялся конкретной. Что я хотел дальше. А вот, собственно говоря, я рассказал вам и задачи даже, тех структур, да. То есть я хотел сначала описать, из чего, собственно говоря, формируется кулак, а потом, значит, ну, рассказать про функции, да, которые в этих структур, которые формируют кулак. Я об этом рассказал. В следующих своих подкастах, аудио-подкастах, видео-роликах каких-то, может быть, это видеоподкаст будет, ну, такой же точно, как и сейчас, я расскажу и покажу основные подходы к укреплению и формированию жесткости и усилению, формированию жесткости и усилению тех элементов, про которые я сегодня рассказал. То есть про то, как укрепить пальцы для того, чтобы правильно сжимать кулак, чтобы он был жесткий. Про то, как укреплять запястье, пястье, лучезапястный сустав и предплечье. То есть об этом всем я и буду рассказывать в следующих своих уроках. Большое спасибо за внимание. Еще раз говорю, рад это вот на топыду такому, что мы с вами сейчас, ну, не мы с вами, конечно, вы меня видите, но я представляю, что я вижу вас, что мы общаемся напрямую. До скорой встречи. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok